Сразу три районных филиала ГИБДД перестали работать в начале декабря. Сбитые с толку водители не сразу смогли разобраться, что делать. Областный инспектор на транспортной едва успевали всех обслуживать. Некоторые водители разворачивались и уезжали, не дождавшись своей очереди. Мы объехали все ГАИ, везде было бы, нам сказали, везде инспекторов. Мне там даже не сказали, что это закрывают. Значит, сегодня говорят, что успеем, не успеем, поставят на регистрацию. Хотя бы, говорят, осмотр успел сделать. По нашим данным, на днях все три района ХМРЭО вновь заработали. Но там только принимают заявление. Оформлением и переоформлением отныне занимаются только ГИБДД области на транспортной. Причины, со слов инспекторов, оптимизации внедрения новой программы. Водителям, по их мнению, от таких изменений одни только плюсы. Если в регистрационных пунктах осмотр транспортных средств, которые мы наблюдаем сейчас, проводился в определенное время инспекторам, что создавало неудобства для граждан, здесь он проводится на постоянной основе, без обеда и выходных дней. Подготовка документов для получения государственных услуг гражданам у нас производится бесплатно. Потому что это были коммерческие структуры, и они зарабатывали на этом деньги. Люди сидели по полдня, и, соответственно, было много нареканий. Жаловались, ругались и так далее. Сейчас же все у нас здесь, все здесь на месте. Кто-то осматривает автомобили отдельные люди, здесь регистрируют 10 окон. У нас электронная очередь, очень удобно. И, мне кажется, и людям удобно. У нас есть предварительная запись, у нас есть запись по госуслугам. И, ну, по крайней мере, сейчас, мне кажется, люди намного более довольны. В областном ГИБДД теперь работают без выходных. Сегодня, в понедельник, инспекторы должны были отдыхать, но в связи с изменениями режим работы поменяли. Наконец-то довольны водители. Ведь режим ожиданий инспекторов длится считанные минуты. Правда о том, что понедельник теперь рабочий, все автовладельцы могли и не знать. Интересно, будет ли очередь завтра. Мы будем следить за ситуацией, ну а получить госуслугу также можно через единый портал в интернете. Ольга Патруша, Владимир Семенов. Наше время.